Если вы хотите иметь сад с красивыми яркими цветами, то обратите внимание на лилии. Лилии давно выращиваются людьми и они известны еще со времени древнего Египта. Лилия является символом королевской власти во Франции. Вообще лилии любят и уважают садоводы. Лилии в диком виде растут в Азии, растут в Америке, но вообще практически во всех частях цвета. Различаются даурская, кудреватая, тигровая лилия, но это все естественно такие дикие родственники вот тех гибридов которые продаются в магазинах. А в магазине вы можете увидеть в пакетах разнообразные лилии которые продаются вот такими луковичками. На что нужно обращать внимание когда вы покупаете лилии? Во-первых, нужно очень хорошо знать, что у нас зимуют азиатские гибриды и восточные гибриды. Лилия орлеанская, лилия американская. Эти гибриды у нас не зимуют, поэтому если вы опытный садовод, если у вас есть время выкапывать, есть место где хранить, пожалуйста, смело покупайте такие. А если нет, то покупайте азиатские и восточные гибриды. Есть еще такие виды, когда написано лилия трубчатая. Лилия трубчатая это гибрид, который получен из лилии азиатской. То есть это разновидность азиатской лилии, которая также у нас хорошо зимует. Дальше смотрим на пакет. Вот эта маркировка означает величину луковицы, величина цветка, глубина посадки, сколько между луковицами должно быть места. Вот это вот обозначает, каков рост и какой диаметр цветка. То есть, когда вы прочитаете всю вот эту маркировку, вы будете точно знать, какого размера лилии вы покупаете. Потому что бывают лилии бордюрные, мелкие, бывают лилии крупные. Лилии трубчатые, вообще очень высокие растения, до метра. Они-то и вырастают до полутора метров. Это нужно знать для того, чтобы вы смогли правильно расположить свое растение. Лилии обычно сажают группами. Так они смотрятся лучше. Вот эта куртинка из лилии вообще смотрится красиво практически на любой клумбе и даже как салитерная группа на газоне. Лилии неприхотливы в уходе. Восточные и азиатские гибриды не выкапывают на зиму. Всегда смотрите, вот здесь вот в аннотации должна быть написано «не выкапывать на зиму». Тогда вы будете уверены, что это растение выкапывать точно не нужно. Дальше мы смотрим на качество луковиц. Лилии размножаются луковицами. Луковица должна быть плотной, не мягкой, не такой вот водянистой. И самое главное место у луковицы лилии – это донышко. Донышко лилии – это то место, откуда растут корни. Посмотрите, в каком оно состоянии. Оно не должно быть гнилое, оно не должно быть заплесневелое, оно не должно быть мягкое или сухое, потому что корневая система начинает расти отсюда. Вот здесь уже видно, что некоторые корешочки пошли в рост. Лилии должны быть в полиэтиленовых пакетах и обязательно они должны быть пересыпаны торфом, потому что вот эти кроющие чешуйки на луковице лилии очень быстро сохнут. И тогда лилии долго приживается и болеет, и может в рост не пойти. Лилии сажают и осенью, лилии сажают и весной. Если луковица крупная, то лилия зацветет в этом году. Если луковица мелкая, то лилия зацветет на следующий год. Что делать, если уже появились ростки на лилиях? Вот такое растение мучить не нужно, а просто посадите его в горшок и на подоконник. Или, если ростки еще не очень большие, уберите его в прохладное место, это нижняя полка холодильника и попробуйте таким образом затормозить рост лилии до посадки. Но если растение продолжает расти, то обязательно посадите его. Вот эти вот гибриды используют очень часто на выгонку. Может так случиться, что растение у вас и зацветет в горшке. Ничего страшного, дождитесь, пока растение отцветет, пока закончите его летний жизненный цикл. И потом уже осенью из горшка посадите его в открытый грунт. Первый год после посадки нужно будет замульчировать луковицы лилии либо ветками, либо листьями. А дальше они уже прекрасно зимуют и без посадки. Вот такие наши советы, надеюсь, помогут вам выбрать хорошие, качественные луковицы лилии, которые потом и прекрасно зацветут. Субтитры подогнал «Симон»